здравствуйте дорогие друзья звезды умирают кто-то раньше кто-то позже, но всех ждет. Так, о чем это я? Мы продолжаем наше путешествие по бескрайним просторам космоса. Сегодня поговорим о звездных остатках, белых карликах, нейтронных звездах и, может быть, черных дырах. Сперва вспомним про звезды типа Солнца. Место рождения – холодное молекулярное облако. В нем формируются глобулы, плотные ядра. В процессе сжатия и нагрева появляется протозвезда. Затем окружающий газ и пыль рассеиваются. И вот мы на линии рождения звезд. Она находится над главной последовательностью. Светимость рождающейся звезды большая, потому что большая площадь излучаемой поверхности. Далее светимость звезды снижается, уменьшается радиус и при неизменной температуре по треку Хаяши спускается до главной последовательности. Именно здесь загораются ядерные реакции в ядре, и начинается настоящая звездная жизнь. Так, я сейчас вас замучаю звездной эволюцией, а нам ведь еще до смерти звезд дожить надо. Кратко. На главной последовательности горит водород в ядре. На ветви гигантов горит водород в слоевом источнике. На горизонтальной ветви горит гелий. Потом детали пропустим и асимптотическая ветвь гигантов. Ядро звезды уже состоит из углерода и кислорода, продуктов ядерного горения гелия. Далее оболочка, в которой гелий превращается в углерод. Потом оболочка, где водород превращается в гелий. И только потом огромная внешняя оболочка из водорода и гелия. Внешняя оболочка расширяется, светимость растет и уже превышает таковую на ветви гигантов. Очень важный этап эволюции, когда начинаются пульсации, я пропущу. Расскажу как-нибудь потом. Наступает момент, когда заканчивается горение в слоевом источнике. Источниках. Нам более важен тот, который ближе к ядру. Потому что нет слоевого источника, нет разогрева ядра. А значит, не будет и горения вещества в ядре. В нашем случае углерода и кислорода. Оболочка сбрасывается и расширяется, постепенно обнажая ядро. Так вокруг него формируется туманность. Если складываются условия для ионизации туманности центральным источником, ее мы назовем планетарной туманностью. Так происходит не всегда. Важна изначальная масса звезды и, возможно, ее двойственность. В смысле, влиял ли на образование туманности второй компонент системы? Поясню. Ионизация здесь физический процесс, когда ультрафиолетовый свет центрального источника подсвечивает газ сброшенной оболочки, и она начинает светиться. Вот так выглядят протопланетарные туманности, когда газ не ионизован, а так, когда ионизован, и мы наблюдаем планетарную туманность. Останется ли после Солнца планетарная туманность, мы наверняка не знаем. Некоторые исследователи считают, что нет. Постепенно планетарная туманность рассеивается, а центральный источник, по сути, становится новорожденным белым карликом. Эта пробежка по эволюции звезды показывает, как сложно порой определить моменты рождения и смерти звезд. Когда родилась звезда? На линии рождения или все-таки на главной последовательности, когда начались термоядерные реакции? Когда наступила смерть? Когда в ядре сердца звезды закончилось термоядерное горение, а пациент еще трепыхается, потому что горит слоевой источник? Или когда расширяющаяся оболочка становится достаточно прозрачной в оптическом диапазоне, чтобы стал виден центральный источник? Как вы думаете? Напишите в комментариях. В общем, сегодня вспомним интересные факты про жизнь после смерти. Звездную жизнь после смерти. Итак, белый карлик – остывающее ядро в центре рассеивающейся оболочки. Вещество белого карлика находится в вырожденном состоянии. Точнее, представляет из себя вырожденный электронный газ. Ничего себе газ! Плотность белого карлика, между прочим, миллион грамм на кубический сантиметр. То есть при массе Солнца белый карлик занимает объем Земли. Называть газом такое состояние в физике нормально. Важно, что давление вырожденного газа уравновешивает силу гравитации, и белый карлик может оставаться в равновесии практически всегда. Чем больше масса белого карлика, тем он меньше. Напомню, у нормальных звезд на главной последовательности наоборот. Точки на графике справа показывают измерение масс и радиусов белых карликов. Видно, что белых карликов массивнее 1,4 масс Солнца не бывает. Это значение называется пределом Чандрасикара. Когда массивная звезда с массой примерно от 10 масс Солнца завершает эволюцию, она не останавливается на белом карлике. Сжатие останавливается, когда гравитацию уравновешивает давление вырожденного нейтронного газа и еще сил сильного взаимодействия. Формируется нейтронная звезда. Это очень быстро вращающийся шар сверхплотного и адски горячего вещества. Атомы здесь буквально вжаты друг в друга. Потому плотность нейтронной звезды приближается к плотности атомного ядра. Возникает вопрос, где нейтронная звезда может быть на диаграмме ГР? Ее размеры сравнимы с городом. Температура новорожденной нейтронной звезды может превышать сотню миллиардов градусов Кельвина, но она быстро падает до примерно миллиона градусов. В итоге, зная площадь поверхности и температуру, можно оценить светимость. И это будет примерно светимость Солнца. Важно понимать, что идет речь о балометрической светимости, то есть суммарно во всех диапазонах длин волн. Только в видимом диапазоне точно будет меньше. И вот диаграмма ГР с нейтронной звездой. Это самая левая точка. Здесь за ее светимость осторожно принято одна десятая светимости Солнца. Для сравнения, еще четыре чуждых этой диаграмме объекта. Под номером один двойная система. Почему бы и нет? Неразрешенную двойную часто принимают за одиночную звезду. Номер три. Луна. Четыре. Шаровое звездное скопление 47 тукана. Вот оно во всей красе. И наконец М31. Туманность Андромеды. Целая галактика, в которой почти триллион звезд. А теперь блиц вопрос. Есть ли протоны в нейтронной звезде? И тут же второй вопрос. Почему у нейтронной звезды есть магнитное поле, если она состоит из нейтронов? Ответ на оба вопроса. В нейтронной звезде все-таки есть протоны и электроны. Их примерно 10% от общего количества нейтронов. А если есть заряженные частицы, значит есть и электрические токи. Следовательно, есть и магнитное поле. Когда магнитная ось нейтронной звезды не совпадает с осью вращения, может наблюдаться пульсар. Тогда излучение наблюдается в виде пульсаций. Они приходят с частотой от миллисекунд до нескольких секунд. И да, теоретически магнитная ось и ось вращения могут совпасть. Но тогда мы не увидим пульсар, а значит вряд ли когда-нибудь узнаем о существовании таких объектов. Если пульсар пульсирует, значит он переменная звезда? И ответ да. Самый известный пример пульсар в крабовидной туманности. Он же переменная звезда СиЭм Тельца. И вот наблюдение в оптике при помощи быстрой ПЗС-матрицы на телескопе диаметром 1 метр. Пульсар совершает 30 оборотов в секунду, так что при длительности экспозиции в одну сотую секунды удается зарегистрировать переменность. Эта анимация состоит из трех кадров, каждый из которых сумма множества изображений. По сути, это результат их статистической обработки. А вот замедленная анимация этого пульсара в ближнем инфракрасном диапазоне. Она получена при помощи метода Lucky Imaging, то есть удачных экспозиций. Нейтронная звезда – релятивистский объект. Это значит, что ее природу нельзя объяснить без привлечения теории относительности. Смотрите, у нейтронной звезды можно видеть сразу оба полюса. Здесь каждый сегмент имеет стороны 30 на 30 градусов. Еще один удивительный факт. Так выглядит первая в истории карта поверхности пульсара. Здесь две группы ученых при обработке данных получили схожие результаты. А можно реально получить портрет нейтронной звезды? Я бы ответил – категорически нет, слишком малый размер и велико расстояние. Если бы не эти безумные и прекрасные в своей фантастичности слайды – это гипертелескоп – система из 150 трехметровых зеркал на площади 150 километров. А это изображение экзопланеты, полученное гипертелескопом с коронографом. Я не стал рассказывать об этом проекте в серии про экзопланеты, но это не могу удержаться. 100-тысячекилометровый гипернейтроноскоп с наносекундным разрешением. Пульсар в крабовидной туманности снят в подробностях. Будущее астрономии раскрыто. Отменяйте телескоп Джеймса Вебба. Все настройку гипертелескопов. Все, занавес. Если что, вот литературная ссылка. Проекту гипертелескопа этого автора уже много лет. Но вот чтобы наблюдение нейтронных звезд… Знаете, у меня осталось еще много интересного про черные дыры. Но, пожалуй, на этой высокой ноте лучше и закончить. Обязательно вспомним Карла Шварцшильда и историю происхождения названия черных дыр. Но потом. Посмотрите книгу Стивен Хокинг в комиксах. Картинки как раз оттуда. В следующем видео мы отправимся в новое путешествие. Куда? Пока секрет. С вами был Дмитрий Насонов. До скорых встреч и всего вам самого доброго.